Всем привет! Дорогие друзья, я тут размышлял над тем, чтобы такое интересное вам предложить. Вы знаете, у меня есть один рецепт в загашничке, который хорош. Вот когда я его уже сделаю, вы поймете почему. Потому что в процессе я буду рассказывать о нюансах приготовления. Спонсор сегодняшнего ролика бренд Starwind. Они делают разные гаджеты, всевозможные, вы уже видели у меня на канале, и миксер, и мясорубку. Сегодня у меня весы маленькие, компактные, максимально 2 килограмма, точность 1,1 грамма. Очень важно для маленьких весов, всевозможных специй тоже подойдут. У меня банка консервированной кукурузы. Я водичку слил, и сейчас заодно вам покажу, как повара делают проработки. То есть, конечно же, мы пишем рецепт наугад, а потом все сверяем через весы. Есть кнопочка тара, оттаривать. Теперь всю кукурузу я высыпаю в чашку. Если там остается жидкость, то чашку не переворачивайте, а приподнимайте кукурузу, ждите, пока стечет жидкость вниз, обратно в чашку. Все остальное перекидывайте вот сюда. Итак, 286 сухого вещества, то бишь кукурузы, консервированные из банки. Специи, значит, паприка, 2,2, ну, допустим, 2. Молотый имбирь, буквально, думаю, наверное, хватит полграмма. Так, сразу выбираю. Куркума, 1 грамм. Сухой чеснок, 2,5 грамма. Зелень, зелень произвольно, здесь не столько-то лука, столько-то кинзы. Здесь можно петрушку, можно базилик, зеленый, какую угодно зелень. Я просто рассматриваю ее как зелень, как таковую. Зелени у нас на этот объем получится, сейчас выясним, 30 граммов зелени. Обязательно тщательно перемешайте, чтобы уже вкусы все расходились. Теперь кусочек лимона, я оттарил тоже, смотрим, сколько лимонного сока. 6 граммов. Ну все, салат готов, можно есть. Да, это была шутка. Не смешная, конечно же, но мы продолжаем дальше. Теперь одно яйцо. Яйца бывают разные. Белые, желтые, красные. 53 грамма яйцо. Теперь яйцо нужно перемешать. Пора добавлять муку. 60 граммов. Сыр. Сыр обычный, приобычный, моцарелла для пиццы. На крупной терочке. Сюда и вот здесь можно и чеддер, и пармезанчик, и, в общем, что у вас там попадается под руку. 70 граммов сырка падает к нам в чашечку. Молока. 20 граммов. Сейчас я помешаю, если что, еще добавлю. Вот, перемешиваем теперь сыр. Яйца, молоко, мука, здесь все. Да, не хватает очень важного ингредиента. Разрыхлитель. Пол чайной ложечки. 3 грамма ровно. Да, что-то я с солью запоздал. И черный перец не добавил. Это нужно делать обязательно по вкусу. Все, без весов. Тщательно перемешайте, чтобы разрыхлитель там разошелся. Должна получиться вот такая вот густая масса. из кукурузы с разделением специй и всякой такой всячины. Пора отправлять кукурузную массу на сковородку, потому что это будут кукурузные оладьи. Представляете, оладьи из целой кукурузы. На мой взгляд, очень крутой рецепт. Выкладывайте порционно кукурузу на сковороду так, чтобы они не соприкасались друг с дружкой. Ну и большое количество тоже не кладите. В общем, небольшие делайте. Ну и все, теперь пора переворачивать. Нужно посмотреть, что у нас там. О! Опа! Какие румяные получаются у меня оладьи из кукурузы. Второй. Вот они. Третий. И, конечно же, все оставшиеся тоже. Рецепт довольно быстрый. Все смешали на глаз. Поджарили. Для завтрака бомба. Для закусончика вообще мега. Если даже они остынут, ничего страшного. Они будут очень вкусные. Горячие плюшечки, горячие. Смотрите, что получается у меня внутри. Ну, я надеюсь, что получится то, что я планировал. Да, сыр тянется-тянется. Плохо тянется. Больше добавляйте сыра. Но идея вот в чем. Сыр. Короче, внутри. Вкусный, сочный. Лук чувствуется. Не хватает сметаны. Оп. О! Со сметаной получается полноценный завтрак. Вы знаете, по вкусу ничего экстраординарного. Это просто вкусно. Это оладьи прям с полноценным вкусом кукурузы. Когда вам говорят, что там что-то сделано из кукурузной муки, это одно. А свежая кукуруза, она, конечно, сладкая, вкусная, ароматная. Это вас не удивит, но вы знаете, ваших домочадцев может удивить. Это прикольная штука такая, реализация такая интересная очень. Их классно есть. Они такие, знаете, ручные какие-то. Вот их охота руками. Все. Все очень просто, вкусно и понятно. Ставьте лайки, подписывайтесь. Рассказывайте о моем канале своим друзьям, родственникам и так далее. Это приветствуется. И скоро мы будем разыгрывать всякие прикольные штуки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова